Мы погрязли сейчас в ситуации, при которой политики боятся людей и компаний, выписывающих чеки. Они боятся огорчить их, потому что потом не получат деньги и не смогут переизбраться. И они говорят то, чего от них хотят, и даже наступают на горло собственным убеждением. А Маккейн, когда он боролся за пост президента против Обамы, и одна из женщин сказала в микрофон, что она против Обамы, потому что он араб, Маккейн оборвал ее и сказал, нет, нет, он прекрасный семьянин и гражданин, с которым я просто не во всем согласен. Это не понравилось многим консерваторам, но человек сказал правду, и если кому-то это не нравится, пусть будет так. И нет, его не заменить. Он полностью заслуживает тех почестей и похвалы, которые он сейчас получает. Он, думаю, войдет в историю как один из лучших сенаторов от штата Аризона. Он представлял наш штат более 30 лет. Он был сенатором, который выступал от имени людей. И он был моим сенатором. Я голосовала за него каждый раз. Спасибо. Я думал, должен ли я поминать политика или ветерана вооруженных сил. Но для меня его статус ветерана перевешивает все остальное. Поскольку я разделяю те же ценности, которые разделял он. Он тоже был ветераном Вьетнама. Разница в том, что он находился в плену пять лет, а я служил там только два года. Он многое отдал своей стране, и наша обязанность стоять здесь в память о нем. Он выступал за то, во что верил. Для него служба стране была превыше всего. Именно это он и демонстрировал.